будем рисовать глаза аниме первое что мы рисуем это вот такую вот где мы вам рисовать глаза далее мы рисуем с вами глаза далее прорисовываю есть такую линию закругляем здесь рисую и здесь соединяем с этой и на другой глаз то же самое повторяю рисуем здесь бровь с другой стороны и глаз рисуем рисуем и 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 Продолжение следует... Далее продолжаем рисовать. Делаем такие линии снизу и сверху и рисуем глаз. Так же то же самое другое. Делаем такие линии снизу и рисуем глаз. Глаза, большие блестящие глаза, отличительная черта анимешнего героя. Взгляд, отражающий не только настроение персонажа, но и характер. Саму суть его многокрадной личности. Только взглянув на форму и стиль рисования глаз, уже кое-что можно сказать о герое. Важно всё. И разрез, и прищур. Например, огромные блестящие глаза с длинными густыми ресницами, наивно распахнутые глаза подходят романтическим героям. Суженные глаза и затенённая чёлка наверняка принадлежат коварному персонажу. А прищуренные так, что видны только щёлочки вместо глаз, говорят о том, что перед нами хитрый, сам себя на уме персонаж, либо просто обыкновенный... Кроме того, очень интересно рисовать глаза. Чтобы научиться рисовать героя, берёмся в некоторых деталях, необходимых для работы. Глаза имеют чёткую форму. Круглые, овальные, трапециевидные и т.д. В аниманге радужка и зрячок могут быть овальными, а не круглыми. К тому же зрячок может быть не чёрным, а того же цвета, что и радужка, но темнее её самой. Ветально прорисовывать вики не обязательно. Важно лишь слегка наметить верхнее веко. Основной большой блик рисуют со стороны падающего света. Под бликом находится самый тёмный участок радужки. А с противоположного её края обычно находится рефлекс. Бликов можно нарисовать несколько. Один основной яркий и два-три поменьше. Ресницы в аниманге, особенно у женских персонажей, очень густые и пушистые. Их можно рисовать одной сплошной широкой линией, распущая лишь с самой краешки. Глаз профиль. Законодатели характерны для аниманги пропорции по известной причине, что глаз сбоку делают её не выпуклым, а наоборот слегка вогнутым. И вот что ещё нужно учитывать при рисовании глаз. Глаз находится на некотором расстоянии от переносицы. Расположение верхнего уголка глаза зависит от его формы. Если глаза узкие, он будет выше горизонтальной оси глаза. Если круглая, то на ней или ниже. Верхняя века слегка накрывает глаз. Его контур немного навистательный пересницами. Ресницы виды очень хорошо. Они не прямые, а чуть изогнутые. Слегка навистательными глазами. Ребятки, а вы подписывайтесь. Все те, кто смотрит мои видео, обязательно подписывайтесь. А очень стараюсь снимать для вас видео. Мне будет очень приятно, если вы будете на меня подписываться. Вот видео. Спасибо у вас. Убöd Св tyle на вещества. Как conference за деньг? Убhn Sheriff. Как韓 Т-рагнитил? Убьефли сестры с очевидостью. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...